Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, здравствуйте! Давайте тогда начнем наше секционное заседание. Скажите, пожалуйста, слышно хорошо? Звук есть? Слышите, да, меня? Все хорошо. Скажите, пожалуйста, звук есть? Слышите меня, да? Да, звук есть, все слышно. Давайте тогда начинать наше секционное заседание, продолжать его. Соответственно, первый доклад сейчас это будет Полякова Елена Александровна, Гусева Александра Дмитриевна и Прокофьева Мария Александровна из Ивановского государственного университета. Тема вашего выступления – это обучение аудиовизуальному переводу в рамках переводческой практики по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» направленность образовательной программы «Зарубежная филология». Пожалуйста, вам предоставляется слово. Спасибо большое. Мы хотели уточнить, можно ли выключить видео, когда мы будем рассказывать. Или оставить. Вы когда откроете презентацию, у вас видео выключится. Нет, я понимаю, я имею в виду, мы можем расстаться, можем… Сами я имею в виду. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, мне хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам этой прекрасной конференции за возможность выступить сегодня на этой секции. Я сейчас запущу презентацию. Скажите, пожалуйста, видно ли? Да, видно. Хорошо, спасибо. Мы представляем Ивановский государственный университет и хотим рассказать о том, как организована переводческая практика в Институте гуманитарных наук для студентов в направлении подготовки филологии «Зарубежная филология». Основной язык английский, специализация «Английская филология». Как вы видите, перевод не является нашей основной специализацией, и в учебном плане предусмотрены всего два семестра на теоретические дисциплины. Это переводы ведения на втором курсе и теории и практики перевода на третьем курсе. Однако большой плюс в том, что в учебный план включены две переводческие практики. В ходе первой практики студенты учатся делать письменный перевод текстов, а во время второй практики они могут попробовать свои силы в аудиовизуальном переводе, а также знакомиться с CAD-программами, системами автоматизированного перевода на примере платформы SmartCAD. В октябре на международной конференции Национальной ассоциации преподавателей английского языка мы рассказывали про использование современных цифровых технологий в рамках переводческой практики. А сегодня мы хотели бы более подробно остановиться на обучении аудиовизуальному переводу. Почему именно АВП? Ни для кого не секрет, что сейчас в мире создается огромное количество аудиовизуальных материалов, как обучающих, так и развлекательных. И растущие объемы аудиовизуального контента обуславливают большую популярность аудиовизуального перевода. Сейчас уже не возникает сомнений, что АВП — это отдельный вид перевода, а не под вид устного, синхронного или художественного перевода, как считалось раньше. Аудиовизуальный перевод является особым видом перевода в силу того, что аудиовизуальный дискурс изначально мультимодален, и аудиовизуальные произведения представляют себя единые и взаимосвязанные, имеющие сложную смысловую структуру комплексы семантических кодов — визуальных, речевых, шумомузыкальных, жестовых и прочее. Выделяется несколько типов аудиовизуальных произведений, которые подлежат переводу. Перевод фильмов и сериалов, игр, рекламы и так далее. Подробный разбор можно найти в диссертации Алексея Владимировича Козуляева. И когда мы обсуждаем АВП со студентами в рамках переводческой практики, мы работаем с тремя блоками — теоретический, практический и тот, который я условно называю вдохновением. В ходе подготовительного теоретического блока мы разбираем понятия АВП и его основные особенности. Например, в статье Евгении Дмитриевны Маленовой к определению понятия аудиовизуальный перевод можно найти прекрасный обзор работ, содержащих различные подходы к определению понятия аудиовизуальный перевод, предлагаемые отечественными и зарубежными переводоведами. Если у кого-то из студентов потом возникает желание более глубоко познакомиться с теоретическими основами АВП, он может обратиться к этим работам. Мне кажется, важно дать студентам понимание, что существует большое количество глубоких и интересных работ, посвященных вопросам этого вида перевода. Также, рассказывая про АВП, я как руководитель практики опираюсь на знания, полученные в ходе обучения на различных курсах в школе аудиовизуального перевода, на курсах АВП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, а также на курсах АВП для преподавателей перевода, организованных ассоциаций преподавателей перевода. Я с большим уважением отношусь к авторским правам на материалы этих курсов и всегда ссылаюсь на источники, когда использую их материалы в своих рассказах. И помимо материалов данных курсов, я опираюсь на собственный опыт, потому что я работала переводчиком в нескольких проектах по переводу художественных и документальных фильмов и видеоинтервью. Поэтому я хорошо представляю себе, с какими трудностями сталкивается субтитровщик. Студентам я рассказываю про разные виды компрессии в субтитрах, в частности, так называемую семантическую компрессию с опорой на видеоряд, умение подбирать более короткие синонимы к словам, стратегии работы с синтексисом, правильные пунктуации, а также типичные ошибки. Как говорит в своих лекциях преподаватель школы аудиовизуального перевода Дара Асташина, основная задача субтитровщика — помочь зрителю получить максимум удовольствия от видеоматериала. Хорошие субтитры — это субтитры, которые зритель не замечает. Субтитры должны быть легкими для чтения и не нарушать восприятие аудиовизуального произведения. Обсудив основные правила и требования к субтитрам, мы переходим к практическому блоку. Как известно, основные виды АВП — это субтитрирование, закадровый перевод и дубляж. И я про субтитры уже немножечко рассказала. Сейчас объясню, почему мы со студентами занимаемся именно этим видом АВП. Закадры и дубляж, на мой взгляд, более трудоемки в плане подготовки и более сложны с технической точки зрения, тогда как обучать переводы под субтитры вполне реально при наличии у студента компьютера и установленной специальной программы. И сейчас мне хотелось бы передать слово своей студентке Прокофьевой Марии, чтобы она рассказала о программе, которой мы пользуемся. Маша, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Известно, что к презентации субтитров на экране предъявляются достаточно жесткие требования. Прежде всего, это связано с физиологическими особенностями восприятия человеком визуальной информации. Требования варьируются в зависимости от языка, страны и заказчика. В настоящее время существует несколько программ для создания субтитров. Мы работаем с программой Subsidial Edit. Это редактор и конвертер субтитров, который поддерживает более 200 форматов. С помощью этого приложения можно легко синхронизировать субтитры с видео, а также создавать новые субтитры. Этот редактор используют многие переводчики и переводческие компании, потому что он является удобным и бесплатным. К тому же, его легко установить на свой компьютер и достаточно просто освоить. И как же работать в Subtitle Edit? Сначала нужно загрузить видео, к которому мы хотим создать субтитры и распознать тайм-коды. Потом в разделе «Параметры» перейти к настройкам и выбрать профиль. Мы выбираем профиль Netflix Russian. У многих переводческих компаний существуют требования по созданию и оформлению субтитров, так называемые стайл-гайды. Компания Netflix разработала свое руководство для переводчиков. Для русского языка требования следующие. То есть рекомендуемая скорость чтения субтитра – это 17 знаков в секунду для взрослых и 13 для детей. Максимальное количество символов в строке – 39 знаков. Максимальное количество строк – 2. Кроме этого, в руководстве представлены определенные требования к переводу имен собственных, песен, цитат и других элементов аудиовизуального произведения, а также правила пунктуации и оформления текста субтитра. Что заключать в кавычке, что выделять курсивом, как писать числительный и так далее. После того, как в Subtitle Edit мы выбрали профиль Netflix Russian, можно приступать к работе над субтитрами. Если мы нарушаем установленные параметры, то программа сигнализирует об этом красным цветом. Например, в данном субтитре неправильное количество строк – 3 вместо 1 или 2. И сразу понятно, что нужно исправить. После того, как мы внесли исправление, красный цвет исчезает. Кроме того, в этом редакторе есть полезная функция проверки орфографии, которая позволяет обнаружить и исправить ошибки и опечатки. И, наконец, функция исправления ошибок помогает найти и исправить ошибки в оформлении, которые иногда сложно заметить. Например, такие ошибки, как лишние пробелы между словами. И в целом можно сказать, что в этой программе достаточно легко и приятно работать. Позвольте сказать несколько слов про выбор материала и этапы работы. Мы переводили видео, которое является частью проекта MinuteEarth – «Минутка Земли». Этот канал представляет короткие видео о науке и нашей планете. Доступным и понятным даже не специалисту языком создатели видео рассказывают об истории нашей планеты, океанах, вулканах, проблемах экологии, растениях и животных, а также об интересных научных экспериментах. Мы переводили видео «How to literally save Earth» о значении почвы в природе. Во время работы над переводом мы разделились на команды. На курсе нас 30 человек, поэтому получилось 5 команд по 6 человек. У каждого студента в команде была своя роль. Это руководитель проекта, который распределял обязанности, следил за качеством работы, помогал команде на каждом этапе и отвечал за дедлайны. Переводчики, которые переводили текст с английского на русский, и корректор и редактор, задача которого была вычитать текст, найти ошибки и предложить более подходящий вариант перевода. Итак, наша работа состояла из нескольких этапов. На первом этапе мы скачивали программу и знакомились с интерфейсом. Затем смотрели видео и составляли глоссарий в общем Google-документе, в который входили термины, имена собственные, топонимы или просто ранее незнакомые слова, чтобы не было расхождения в терминологии. Второй этап включал в себя литературный перевод текста из видео. Каждый переводчик работал над своим фрагментом видео и заносил результат в таблицу в документе Google, чтобы все участники команды видели текст и могли обсудить его. Третий этап заключался в создании самих субтитров. Мы должны были следовать определенным правилам, поэтому заранее ознакомились с Netflix Style Guide, в котором очень подробно описаны общие требования к субтитрам, включая ограничения числа символов, скорость чтения и тому подобное. После создания субтитров мы показывали свой перевод видео руководителю практики и другим командам и слушали их замечания и комментарии. С учетом этих замечаний мы вносили в свой перевод исправление и сдавали финальный перевод руководителю практики. Спасибо большое, Маша. К сожалению, Александра Гусева, которая была руководителем проекта и хотела поделиться своими впечатлениями от этой работы, сегодня не может присутствовать проблемы со здоровьем у нее. Я хотела сказать несколько слов про то, как мы работали с руководителями. Я просила их оценить в конце практики работу членов своей команды и свою работу по десятибальной шкале, оценив дисциплинированность, умение соблюдать дедлайны, сотрудничать, работать с глоссарием, слушать друг друга, воспринимать критику и так далее. И руководители проекта представляли мне вот такие вот небольшие отчеты. Далее. Почему вот такой вот формат командной работы в рамках практики? Во время практики, как мне кажется, важно уделять внимание не только обучению студентов собственно переводу, но и развитию у них мягких навыков. Эмма Магомедовна Каирова, директор компании Pro Translation, переводчик-редактор-преподаватель, член направления Ассоциации преподавателей переводок, отмечает, что для успешной работы в современной индустрии перевода переводчик должен обладать целым набором разнообразных компетенций. Это и умение работать в команде, быть инициативным, надежным, ответственным, уметь следовать инструкциям, контролировать свою работу, адекватно реагировать на критику, справляться со стрессом, уметь общаться со всеми участниками производственного процесса. И давая возможность студентам поработать в команде, мы пытаемся создать условия, похожие на реальные условия работы в небольшой переводческой компании. И студенты понимают, как важно уметь в срок выполнять свою работу, не подводить команду, как планировать свое время, работать с глоссарием, уметь обсуждать и исправлять свой перевод. У нас был совместный чат с руководителями проекта, где они могли задать вопросы мне или другим руководителям проектов, а потом выкладывали выполненные задания. Поэтому было сразу видно, какая команда выполнила задание первой, а кто нарушил дедлайн. И мне кажется, что элемент соревновательности является дополнительным стимулом для эффективной работы. И в заключении мне хотелось бы сказать несколько слов про тот блок, который я назвала «Вдохновение». Мне кажется, студентам важно не только научить переводить и работать в конкретных программах. Гораздо важнее заинтересовать их и указать им возможные пути развития, чтобы после окончания теоретического курса перевода или переводческой практики они могли самостоятельно двигаться дальше. Нужно показать им различные ресурсы, сайты, компании и проекты, познакомить с реальными людьми, которые занимаются переводом профессионально и профессионально обучают ему. Так, например, в рамках нашей практики я приглашала провести мастер-класс переводчика и редактора из небольшой компании, который занимается переводом и озвучкой научно-популярных видео, лекций, дебатов и документальных фильмов. И они рассказали нашим студентам про специфику перевода такого рода контента, привели конкретные примеры из своей практики и дали студентам небольшие задания на перевод и обсудили то, что у них получилось. Кроме этого, я всегда рассказываю студентам про школу аудиовизуального перевода, которая была открыта при компании RuFilms в 2014 году. Как сказано на сайте школы, она работает на базе Евразийской лиги когнитивных исследований. И в этой школе опытные преподаватели, практикующие переводчики, учат переводить фильмы, сериалы и другой медиаконтент под субтитры, дубляж и закадровое озвучивание. И мне кажется, преподавателям перевода полезно знать, что школа АВП предлагает сотрудничество университетом, причем как очные, так и онлайн-корсы. И можно использовать эту возможность при планировании переводческой практики в ВУЗе. Организаторы открыты предложением и готовы к сотрудничеству. И я лично от себя, небольшой отзыв, я могу подтвердить очень высокий уровень преподавания в этой школе, подготовки, потому что в прошлом году я проходила, как я уже сказала, курс обучения, большой курс АВП. И это совершенно незабываемое впечатление, прекрасное сочетание теории и практики, компетентные преподаватели и грамотно выстроенные занятия. То есть я всегда рассказываю студентам о тех курсах, на которых я учусь. И в этом году одна из моих студенток также прошла обучение в школе АВП, а несколько человек планируют это сделать. И еще такое замечание, что если, мне кажется, студентов заинтересовывать переводом, то после окончания бакалавриата, даже если это не обязательно переводческое направление, они могут поступать в магистратуру по переводу, как делают достаточно многие наши выпускники. Они поступают в магистратуру по переводу в другие вузы. И хотела отметить еще один интересный момент, что иногда после переводческой практики и работы по созданию субтитров у студентов возникает желание сделать собственный проект или исследование в этой области. Так, в этом году у нас на кафедре две студентки защитили выпускные квалификационные работы, посвященные субтитрированию на основе собственных проектов. Консультантом работ выступала Екатерина Владимировна Зубкова, переводчик-субтитровщик «Руфилмс». Таким образом, студенты получили возможность проконсультироваться с профессионалом, что, несомненно, важно для качества работы. И в заключении мне хотелось бы подчеркнуть, что мы понимаем, что, конечно, двух семестров теории перевода и двух переводческих практик недостаточно, чтобы подготовить переводчиков. Однако своей основной целью мы видим ознакомление студентов со всем многообразием ресурсов и направлений в современной индустрии перевода, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно развиваться и делать осознанный выбор. И последний пример, каким образом можно это еще делать. Мы поддерживаем связь с выпускниками, которые закончили магистратуру по переводу или работают в сфере перевода, и мы иногда приглашаем их рассказать о своей учебе или работе и провести мастер-класс. И два года назад мы организовали летнюю школу перевода для своих студентов, куда мы пригласили наших выпускников, и, на мой взгляд, у нас получился очень хороший разговор. То есть это даже не формат такой научной конференции, а скорее формат диалога. Количество участников было невелико, и все желающие студенты могли задать вопросы. У нас на этом все. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо вам большое за ваше выступление. Уважаемая аудитория, скажите, пожалуйста, есть у кого-нибудь вопросы к докладчикам? Очень спасибо. Есть у кого-нибудь? Пожалуйста, Наталья Александровна. То есть я поняла, что вы используете, скажем так, командный метод подготовки аудиоризуального продукта. Да, да, все хорошо. И вот как вы так распределяете, чтобы удачно все складывалось? Ну, вы знаете, тут студентам мы даем выбор, то есть они сами делятся на команды и внутри решают, кто какую функцию выполняет. То есть я здесь отстраняюсь немного для того, чтобы они смогли между собой взаимодействовать и как-то выстроить систему отношений внутри команды сами. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Можно еще один вопрос? Наталья Нечаева здесь, может быть, меня видно немножко, поскольку вам тоже. Приятно, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, результат работы ребят, где-то вы публикуете на YouTube, на канале университета, может быть, где-то в социальных сетях? Можно это еще продвигать и в какое-нибудь голосование включить, включать номинацию «Выбор народа». Спасибо вам большое за совет, и я думаю, что мы можем это использовать в больнице. Спасибо большое, спасибо. Уважаемая аудитория, если вопросов нет, давайте перейдем к следующему докладчику. Следующий докладчик – Мамаев Иван Дмитриевич и Шашибарова Юлия Сергеевна. Балтийский государственный университет, вы имеете в виду тема доклада «Дистрибутивно-статистический анализ русскоязычных именитивов». Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Показывается, да? Добрый день. Я Юлия, студентка пятого курса направления «Перевод и переводоведение». И тема моей работы – дистрибутивно-статистический анализ русскоязычных именитивов. Все мы знаем, что язык — это динамичная система, которая изменяется с течением времени. И, конечно, любые перемены в жизни общества отражаются на языке, в том числе в интернет-пространстве. В настоящее время мы все чаще встречаемся с таким понятием, как феминитив. На просторах сети интернет мы чаще встречаем такие слова, как фотографка, блогерка, авторка и так далее. И, конечно же, вокруг таких нововведений рождаются различные мнения, что приводят к дискуссиям, как среди ученых лингвистов, сторонниках феминизма и людей самых разных профессий. Так что же такое феминитив? Феминитив — это слово женского рода, как правило, парное слово мужского рода или мускулативу, который относится ко всем людям, независимо от их пола. Феминитивы стали появляться в течение времени с целью придать женщине более высокий статус. И на данный момент в современном русском языке феминитивы являются потенциальными словами. То есть таких слов как бы нет, но могли бы быть, если бы того захотела историческая случайность. Такие слова не зарегистрированы в словарях, но при употреблении, как правило, носители понимают их значение. И на сегодняшний день они не являются литературным языком, но употребляются в медиапространстве и в бытовой сфере. На данный момент в современном русскоязычном медиапространстве наблюдается два вида феминизации существительных. Коллеги, прошу прощения, у нас технические неполадки. Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, я остановилась на том, что в современном русском языке наблюдается две тенденции к феминизации существительных. Первое — это актуализация уже существующих феминитивов, такие как начальница, студентка, школьница и тому подобное. А второе — это активизация словообразовательных моделей, по которым происходит образование феминитивов от мускулативов посредством, как правило, суффиксов, таких как «ка», «ица», «иня», «эса» и тому подобное. Борфологическая составляющая языка является его качественной категорией. Однако любая категоризация, то есть качественная анализа языка, неразрывно связана с его количественной составляющей, его количественным анализом. И раздел лингвистики, который занимается количественным анализом с использованием статистических методов, называется хоматитативной лингвистикой. Что-то происходит. Данное исследование призвано восполнить существующие пробелы в области количественного изучения феминитивов в современном русском языке. Целью данной работы стало выявление продуктивных и непродуктивных суффиксов при образовании феминитивов от мускулативов. Для интерпретации результата использовался один из наиболее известных и точных методов лингвистического исследования «Дистрибутивно-статистический анализ». Он основан на информации о дистрибуции или же о распределении элементов текста, их числовых параметров, а также статистика комбинаторных аспектов. Мельников отмечал, что в языке происходит стихийный или естественный отбор, то есть процессом организации. На каждом ярусе вырабатывается оптимальное динамическое решение между субстантными возможностями и структурой. Наиболее подходящий для этой субстанции. Однако структуры и субстанции каждого языка влияют на все последующие ярусы. Данное наблюдение поддерживает идею о системности лингвистики, о метод дистрибутивно-статистического анализа, который рассматривает как синтагматико-парадигматические связи, так как количественные показатели, можно считать применимым в рамках данной работы. Так как объектом исследования являются феминитивы, наше внимание будет сконцентрировано на анализе русскоязычных суффиксов, которые используются для создания феминитивов, с целью выявления наиболее продуктивных словопрозывательных моделей. Для успешного осуществления дистрибутивно-статистического анализа необходим грамотный и точный выбор единицы анализа. И с помощью метода сплошной выборки был составлен корпус из 140 мускулативов и образованных от них феминитивов. Ликсемы для корпуса были отобраны как из уже существующих опубликованных исследований по русскоязычным феминитивам, так и из открытых онлайн-форумов, блогов и тому подобное. В диревизионной модели Натальи Гюриевны Шведовой приводятся следующие продуктивные суффиксы. На данный момент этот подход считается наиболее устойчивым. Для собранных мускулативов мы отобрали только пять суффиксов «ка», «ша», «эса», «иня» и «ится». И также сложны составные слова, в которых первая часть лексиума «женщина», а вторая выбранный нами мускулатив. Методы квантитативной лингвистики позволяют сопоставить анализируемые суффиксы, определить их продуктивность и, как следствие, их употребимость. Для получения показателя, оценивающего употребимость слов, мы использовали показатель IPM – количество употреблений единицы на миллион слов. Конечным результатом исследования является вывод о продуктивности той или иной словообразовательной модели и о тенденции к возможному закреплению в языковой норме. Исследование проводилось с помощью веб-корпусов современных текстов Routenten 2011, где менеджер Sketch Engine, и R&M Russicum, где менеджер No Sketch Engine. С помощью менеджеров корпусов были составлены три сравнительные таблицы частотного слова употребления. Для каждой таблицы были отобраны 43 мускулатива. Вот тут, конечно, проблемы будут. Наша методология работы, в частности, Sketch Engine, основана на системе конкорданс. Здесь будет слабо видно. Система конкорданс. Мы играем этот инструмент, вбиваем в поле ключевое слово или фразу, и, собственно, выполняется поиск по корпусу, после чего мы можем отсортировать, отсортировать полученные результаты и получаем относительную частоту употребления. Здесь не видно, вам будет аналог, если вы здесь. Методика работы с No Sketch Engine практически не отличается, разве что она представляет меньше возможностей, чем Sketch Engine. Но суть одна. Мы выбираем нужный корпус, в нашем случае это РНМ-бросику. Тихо. Вводим слово и получаем результаты. Здесь частота употребления выводится. Так же практически не видно. И первичный анализ результатов показал, что наиболее продуктивными суффиксами являются ша и ка. Я надеюсь, таблица отобразится. Наиболее продуктивные суффиксы – ша и ка. Результаты таблицы 4, как только она появится, показывают, что такая модель слова употребления, слова образования, извиняюсь, имеет право на существование, но она является непродуктивной. Современный русский язык предлагает нам некоторое количество суффиксов для образования феминитивов. Но по результатам первичного сравнительного анализа мы делаем вывод, что более продуктивными суффиксами для этой цели являются суффиксы ша и ка. Несмотря на то, что в русском языке уже есть слова, например, суффиксы имя, кардиры имя, которые будут очень большие результаты, или же официантка, которые уже закрепились в русском языке. На данный момент, помимо этого, у нас ведется подобная же работа с более актуальным генеральным корпусом русского языка, или ГИКРА. И в перспективе мы планируем привлечь статистические, периметрические критерии, в частности, Т-критерия студента для независимых выборок, и методы автоматического создания семантических полей, и показать, что для одного мускулатива возможно создание нескольких именитилов с разными суффиксами, но они будут использоваться в различных контекстах. Визуализация семантических полей для слов авторка и авторша, для примера, сейчас появится. Визуализация семантических полей для слов авторка и авторша позволяет сделать вывод о том, что эти два феминенсива обладают разным набором синдагматических и парадигматических близких фиксических единиц. И поэтому они могут использоваться в различных друг на друга контекстных ситуациях. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое за вопрос. Давайте перейдем к вопросам. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста. Если мне подождите, что у меняồнение славянских языков, которые предназначены в норме, такие социальные банки, которые обладали в этой стране, нам представить, выступающие как профессорист. И это в Руббопаде Да, конечно, нейтральная лексика уже давно сформирована во многих языках. Например, немецкий язык, собственно, сюда не относится. Славянские языки мы не рассматривали, мы вообще не рассматривали влияние таких языков, потому что у нас достаточно узкая тема была, именно анализ русскоязычных суффиксов, причем определение их продуктивности. Поэтому исторический контекст и влияние остальных языков пока, скорее всего, не выйдут. Не входили сюда. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы думаете при переводе? На что ориентироваться? Как переводить? Если в немецком, например, на языке у нас появляется авторка. Ну вот это, конечно, да. Интересный момент. То есть, ну тут зависит... Как перевести канцлерию. Вот, несколько раз об этом думала. Есть вариант, он вроде как вообще принят, но тоже считается не до конца корректным. Это переводить, как, например, женщина-канцлер и мужчина-канцлер. То есть, неправильно с этого ходят. Иногда, да, приводят именно феминитивно на русском языке. Канцлерин. Жена? Нет, все-таки у нас больше канцлер. Канцлер-шан. Канцлер-шан. Но так как это не является литературной нормой... Я здесь больше сейчас скажу, что это образ, но автор, например, а в жопе, в немецком исполнируется. Женщина-автор. Женщина-автор. Да. И автор, кэнди-автор. Ну, смотря какой текст. Если мы пишем научную работу, которая не связана с этим, скорее всего, противники гентролитеральной лексики зацепятся за это. Потому что очень много разногласий по этому поводу. То есть у нас принято, что слово мужского рода, оно нейтральное. Но, тем не менее, сфероники феминизма так не считают. То есть от чего это зависит от целевой явности. Ну, в том числе... ...ситуации и визуса, да, буквально какую-то норму, которая принята там, в том или иную культуре, или в том или иную... Ну, на самом деле, да. ...заведение, может быть. ...сетилистикой. Да, от стилистики в том числе. А тут проблема еще в том, что... ...значение суффикса, например, суффикс ша. Если раньше это обозначало жену... Ну, допустим, генеральшая жена генерала, то сейчас в современном русском языке это потеряло свое значение и может употребляться как просто обозначение женщины, занимающейся той или иной профессией. Поэтому именно смысловой компонент суффикса периодически в современном языке может не играть роли. Да, я, наверное, в первую очередь, все-таки, может привести не инстандартные примеры, но можно привести пример, опять же, из тех корпусов, которые мы собирали. Вот в «лайн-шведе» указывает, что в «лайн-шведе» обычно добавляются к словам мужского рода, которые заканчиваются в лексике, скажем так, как мартинные локи, или значение детей в какой-то области. Например, «логу-человок-миняя», но самое интересное, что у нас есть в «лайн-шведе» условия, но у нас способ названия данных коминитива, потому что он происходит, и мы уже не можем. То есть мы берем все-таки правила образования английского языка, языка, анонсикальных условий, в сутки-софисии, и мы в «лайн-шведе» добавляем в «лайн-шведе» «лайн-шведе» И все-таки здесь мы с вами можем сказать, что даже можно сказать, но как это меняется в современной сфере и как традиционные модели могут переосмыслиться. Я думаю, если на момент анализ не будет, но самодельский образец, самодельский образец, самодельский образец. Если у вас есть значение, тогда у вас есть какой-нибудь самодельский образец. Спасибо. Можно еще маленькую вопрос? Это точно не входило в ваши рамки исследования, но тоже коллегам, студентам, в качестве такого «подумать» и «рапораживаться». Теперь я все чаще встречаюсь при переводе в статьях, в частности, с английского языка «Ослужина», когда подписывается автор, как правило, этого вверху, появляются такие уже современные виды письменных текстов. И внизу подписывается не только имя и фамилия, но и рядом пишется, например, he, him или they, them. Это все относится к гендерной нейтральной лексике, то есть из-за развития… Поли-корректность? 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 Обычно я поняла, что вы имеете в виду, they, them. Мне постоянно интересно, вот в плане этого года, вот вы берете, надо это передавать в маше. Что если передавать? Он ему, его тоже надо, им тоже надо. Надо учитывать реалии общественности, скажем так. Вот тут опять все целевая аудитория. Если мы не будем, например, для конференции, где там тема что же, разнообразие, там, конечно, мы будем передавать все. И «А» только так же напишем лучше, чем если мы просто это, в августе, напишем «Ана», «Е» или «They, them», или «They», то есть «Ана», «А», конечно. И когда я… Поли-корректность, спасибо большое. Это просто в качестве вылокса. Спасибо большое. Спасибо. Давайте перейдем к следующему докладчику. Следующий докладчик – это Николаева Аксана Владимировна. и Антипова Дарья Сергеевна. Тема вашего выступления – принты на одежду студентов, лингвистическая слитада. Пожалуйста, вам предоставляю это слово. Так, у нас у вас… Да. Вот от нас. Нет, сразу же все. Уважаемые коллеги, пожалуйста, уважаемые все пожелания. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы представляем наш доклад на тему принты на одежде студентов, лингвистическая составляющая. И это только самые первые результаты исследования, которые проводятся в рамках подготовки выпускной конструкционной работы Дарьи Антиповой. И сейчас мы уже осуществили пилотный самый первый проект, и вот его результаты и будут представлены. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, принты на одежде студентов – лингвистическая составляющая. Для начала немного слов про то, что же все-таки лингвистика означает. Лингвистика или языкознание – это наука, изучающая языки. Лингвокультурология же изучает язык как феномен культуры. Лингвистику можно рассматривать как науку о знаках и знаковых системах, то есть как разновидность семантики. Ой, семиотики, прошу прощения, извините. Люди издавна использовали различные знаки для обогащения своего внешнего облика, а также для сообщения о себе дополнительных сведений, которые могли бы сориентировать встречного человека. Еще в античности люди обнаружили, если человек одет, то значит он выходит куда-то и его видят окружающие. Некоторые ученые причисляют происхождение многообразных символов на одежде к еще более древним доисторическим временам. Прическа, одежда, аксессуары имели не только утилитарную, но и информационную функцию. В нынешнем социуме внешний вид его членов поразительно отличается от древнейшего. Тем не менее, знаковый характер, внешность человека, информационная функция его облика сохраняется. С развитием материальной культуры люди перешли от использования шкур в качестве одежды к изготовлению тканей и нанесению на ткани рисунка. Техника нанесения рисунка совершенствуется с древнейших времен по сию пору. Итак, принт – это изображение, рисунок, фотография или надпись, нанесенная на ткань, бумагу или другую поверхность. Первоначально принт с английского языка в переводе означает «печать» или глагол «печатать». Изначально принтом на ткани называли рисунок, полученный методом печати. В настоящее же время принтом можно считать любой рисунок, выполненный в любой технике. Надписи на одежде, иногда зашифрованные в рисунок, стали мастерить еще в Древней Греции. Они сообщали имена владельцев, девизы, интересность лечения, принадлежность носителя одежды к той или иной общественной сфере и многое другое. Надпись могла служить своего рода рекламным явлением и провоцировать потенциального клиента на определенные действия. Самая древняя из известных в настоящее время надписи, имеющаяся на предметах одежды, относится к классическому периоду античной Греции. Это обувь проститутки, хранящаяся в швейцарском музее, на которой написано «иди за мной» или же «следуй за мной». Так, по следам данной обуви, мужчины находили непосредственно дорогу в бордель. Существует также отдельное исследование о надписях фривольного характера. Сейчас вы видите автора статьи, по этому источнику можно также перейти и более подробно познакомиться с данной статьей. Вероятно, они появлялись в каждую эпоху, но раскрепощение сознания в период Ренессанса особенно способствовало появлению таких текстов на одежде. На множестве итальйских и германских портретах конца XV-XVI веков возможно представлять подобные надписи, вязаные в орнамент мужских рубашек в корсаже дамских платьев. На протяжении многих веков в Европе просуществовал особый предмет одежды, который ныне забыт – дамская подвязка для чулок. В основе своей она представляла собой ленту и была очень удобна для нанесения надписи. Строго говоря, вязаные чулки носили и мужчины, и у них тоже были подвязки. Однако женские подвязки особо украшались. В том числе и словами. Эпоха просвещения во Франции несла еще и особое развитие любовной культуры для высшего сословия, что нашло отражение в моде. Исключительно в XVIII веке на данных подвязках возможно было обнаружить массу вызывающих высказываний. К концу XIX века завершился промышленный переворот в большинстве европейских стран, в том числе и в России. Одежда из кустарно выработанных тканей уступила место вещам из покупных материй. Рисунок на ткань стали наносить фабричным способом. Открылись большие возможности полихромного принта. В XX веке увеличился информационный потенциал одежды. Один из глубоких проектов и экспериментов по управлению массовым сознанием зарождался в СССР в 20-е годы. На сознание можно воздействовать разными путями. Родился особый декоративно-прикладной стиль – пропагандистский. И произведения искусства, и предметы быта в молодой советской стране должны были выполнять идеологическую функцию. Принты на ткани открывали колоссальные возможности и продвижения идеологических лосунгов массы трудящихся. Пропагандистский стиль – так это называлось, коротко – агиттекстиль. Было это, на самом деле, своего рода изображение эры знаменитых переустройств, которое последовало за революционным 1917 годом и гражданской войной в России. Новые ткани, созданные советскими рабочими, для советских рабочих, были призваны отражать животрепещущие темы своего времени. Изображение тракторов, заводов с дымящими трубами людей, несущих транспаранты, советские лозунги – вот основные темы агиттекстиля. Одной из основных фабрик в этом была Ивановская текстильная. Она выпускала хлопчатобумажные ткани, на которые отлично вложились цветные принты. Но революционный текстиль недолго выпускался. Он был раскритикован за перегибы и едко высмеян, в том числе и газетой «Правда». Огромное признание надписей на одежде заработали во всем мире во второй половине XX века. Они позволяли максимально удовлетворять спрос потребителей на демонстрацию идей в социально приемлемой форме. Незамедлительно отображение надписей на одежде стали прогрессивной диалоговой культурой. На слайде вы можете видеть Павло Пикассо, известного художника, также с принтом на футболке. Формирование конкурентного рынка принудило бизнес разыскать новые методы рекламы и выяснилось, что у самого человека, обнаруживающегося определенным покупателем, возможно оборотить входячую рекламу. Отсюда и развитие логотипов и слоганов от компаний на одежде. Особенно преуспели в этом направлении выпускающие спективную одежду. В постиндустриальном обществе в век социального разобщения и стремления к оригинальности популярной стала презентация самого себя. Легкая одежда, позволяющая иметь слоганы для разного настроения и случая, незаметно отвоевала полки шкафов молодежи. Именно эти футболки немногословно в Твиттере могут известить «Деньги меня не волнуют, они меня успокаивают», «Я мамина радость» и тому подобное. Часто тексты на одежде имеют ироничный оттенок и вызывают у окружающих улыбку. Впрочем, эти надписи могут отражать и социальное напряжение, например, содержать политические призывы. Из чего возможно сделать вывод, что надписи на одежде были и остаются фактором общественного настроения. Принты бывают монохромные и полихромные. Достойность которой характеризуется монохром в одежде с использованием принта это то, что рисунок выполняется в сходной по тональности цветовой гамме. Принтом украшают юбки, платья, рубашки и брюки. Понятие сузилось и теперь принтом называют специально выполненный рисунок на определенном месте изделия. Принты носят информационно-декоративный, рекламный и доносят до окружающих определенную мысль. Кроме картинок и рисунков, современные принты содержат буквы, слова и даже тексты. Нами проводится широкое изучение принтов на одежде с точки зрения исследования языкового компонента надписей. Мы рассмотрим принты на студенческой одежде. В данный момент завершено пилотное исследование принтов на одежде студентов в Меха. Целью исследования является анализ лингвистической составляющей принтов. По лингвистической составляющей принтов на одежде мы понимаем слову или группу слов, которые функционируют как единое целое. Мы формируем коллекцию принтов в форме цифровых фотографий. В настоящее время нами собрана коллекция из 112 принтов. Вы можете ознакомиться с ними на листовках, которые мы раздали. Мы столкнулись с определенной проблемой. Считать ли разные изображения на одном предмете одежды одним принтом или несколькими. И пришли к выводу, что несколько надписей на одном предмете гардероба следует считать одним принтом. Коллекция сформировалась путем сплошной выборки в течение октября-ноября 2022 года. Сначала мы просили студентов позировать для фотографий, а затем они приходили в ВУЗ специально в одежде с принтами. Потом же ребята уже специально присылали нам фотографии в своего гардероба. Эмпирическая база постоянно расширяется и находится в процессе пополнения. Что касается нашего исследования, мы отобрали 112 принтов. Некоторые из них повторяются, и мы брали их как один. 91 из них на английском, а 8 на русском. 6 на японском, 6 на французском, 1 на славянском и 1 на испанском. Среди них есть и принты, подходящие не только к одной категории. Особый интерес представляют философские высказывания. Призывы к действию, их количество составляет 26. Вот один из примеров философского высказывания. Количество предметов одежды с принтами, принадлежащих мужчинам, равно 70, а женщинам 42. Также мы классифицировали принты по количеству символов. 17 принтов со словом, 93 с текстом и 4 с буквами. Также принты подразделились на категории в зависимости от тематики. Принты на тему спорт составили количество 16 штук, географические номинования 12, фильмы, сериалы, искусство 12 штук. Изделия, на которых ярко отображено название или логотип бренда составили 22 штуки. Количество изделий с призывом к действию составило 26 штук. Также имело место разделение на монохромные принты и полихромные. Количество монохромных принтов составило 53 и полихромных 30. Здесь вы можете ознакомиться с диаграммой, на которой ярко видно, что количество принтов на английском языке составляет большинство. Таким образом можно сделать вывод, что мужчины гораздо более привержены одежде с надписями. Среди языков принтов доминирует английский язык. Чаще всего встречаются принты, содержащие выражения и тексты. Принтов в спортивной тематике, например, названия спортивных клубов встречаются наиболее часто. Это наводит на мысль, что принты в спортивной одежде несут наиболее объемный функционал. Принты служат также для манифестации жизненного креда, о чем свидетельствуют надписи призыва и надписи философского содержания. В целом одежда, содержащая надписи, весьма популярна у студентов военмеха. Исследование продолжается, и мы планируем рассмотреть принты на изделиях известных брендов. На этом наша презентация окончена. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 У нас интересуют как язык представлен в облике человека на его одежде. Мы ожидали, окажется что это какие-то призывы, лозунги, но оказалось что нет больше всего одно слово и в основном это спортивная тематика. Представлены клубы какие-то. Но самое интересное, конечно, оказалось, вот эти надписи, которые содержат там экологические какие-то идеи. То есть эту одежду люди выбирали совершенно сознательно, просто не отказили, потому что у нас небольшая, очень буквально не отказили вот эту мысль, почему человек выбрал вот такую надпись. Потому что у нас недостаточно еще набранных количеств. А, ну, адресу это еще какой-то вопрос еще провели. Да, ну, сначала мы просто фотографировали, а потом стали задавать вопросы, как в процессе работы, мы обнаружили очень интересные надписи и стали задавать вопросы. И оказалось, что человек разделяет вот идеи, которые на нем написаны. Вот поэтому в основном, наверное, еще поскольку исследование будет конкретно, да, пока мы слышим психологические и социальные составляющие. Да. Но я не написала, что хотелось бы перевернуть. Да, да. И более того, это будет минглористическую составляющую, например, трагматик. Или, например, отдельных, минглористических каких-то уже аспектов. Знаете, мне кажется, что нужно добавлять? Потому что кредиты носят, а еще только потому что в магазинах продают, потому что, мне кажется, на английском языке это свои приколы. Да, совершенно верно. Я сама хотела купить для внука одежду с русской надписью, а оказалось, что там очень трудно. Да, не так. Сейчас я на самом деле, люди выбирают не так уж осознанно. У нас, из боли, они не так играли, что весь твой путь у меня дорого и взял, понимаете? У меня не надо там что-то такое бетушинное, да? И я, или там наоборот, что-то очень врачное, и я взял. Это еще и на базе становится. Да, вы совершенно правы. И просто это еще... Ну, в общем, это получится даже не столько в лингвистике, сколько в лингвупарологии. В лингвупарологическом аспекте будет повернута, скорее всего, наша работа. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте перейдем к нашему следующему выступлению. Следующий добавок, что это первым наторгиминально и просверлено анастасия Сергея. Современные подходы для подавателя профессионально ориентированного иностранного языка. Да, 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 это выступление в дистанции. Пожалуйста, вам предоставляется слово. Пожалуйста. У нее проблема, видимо, с интернетом. Анастасия, вы нас слышите? Коллеги, нас слышно? Нет, нет, она вылетела, она сейчас теперь подключается. Товарищи, давайте, может быть, мы перейдем пока к следующему докладу. А, подождите, вот. Как-то слышно? Меня слышно? Да, Анастасия, мы вас слышим. Да, слышно, слышно, да. Отлично, замечательно. Хорошо. Спасибо, в первую очередь, за организацию конференции и возможность выступить, и коллегам за интересные доклады. Видно ли презентацию сейчас? Да, видно. Да, да, видно, да. Отлично. Меня зовут Просверина Анастасия Сергеевна. Я студентка третьего курса по направлению бизнес-информатика Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Работа выполнена под руководством Ферстма Натальи Геннадьевны, доцента гуманитарного института того же вуза. Сегодня мы бы хотели поговорить о местах обучения в целом, о целях обучения профессионально ориентированному иностранному языку, дальше перейти к активным методам обучения, рассмотреть некоторые цифровые инструменты, применяемые при обучении студентов иностранному языку, и также хотелось бы рассказать о результатах эксперимента, которые мы провели для установления эффективности активных методов обучения, на примере ролевой игры. Методика обучения – это система знания о закономерностях процесса обучения неродному языку и о путях воздействия на этот процесс целиоптимизации. Сейчас существует множество подходов к преподаванию профессионально ориентированного иностранного языка, и одной из главных проблем является необходимость освоения не только лексическими и грамматическими навыками, но также и развитие некоторых компетенций, в первую очередь коммуникативности. Это необходимо для того, чтобы студенты могли применять полученные знания на практике и не теряться в ситуациях, с которыми сталкиваются в своей профессиональной жизни. Для начала рассмотрим классификацию традиционных методов обучения, которые предложили такие ученые, как Верзилин, Колланд, Петровский и другие. Эта классификация основана на пяти источниках знания – практика, наглядность, слово, книга и видео. Методы обучения бывают практическими, наглядными, словесными, выраженными в работе с книгой и видеометоды. Дальше мы переходим к активным методам обучения и приближаемся к ролевой игре, которая стала основой нашего эксперимента. При активном методе обучения мы переходим от регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов к организации процесса, который больше связан с развитием, с исследовательской деятельностью и с повышением интереса к будущей профессиональной деятельности у студентов. К плюсам относится развитие коммуникативности, которую мы упоминали в начале. То есть это умение применять полученные знания в реальных ситуациях. Можно хорошо знать грамматику, но прийти на мероприятие и не суметь связать слов, потому что не развита такая компетенция. Во-вторых, это повышение интереса студентов. Когда мы переходим от строгих правил к творческой деятельности, повышается мотивация и улучшаются результаты. А также это больший вес работы студента. То есть если в традиционных методах обучения основная часть работы ложится на плечи преподавателя, при применении активных методов обучения студенту тоже необходимо прикладывать большее количество усилий. К минусу можно отнести большее время подготовки к занятию преподавателем. То есть если речь идет о какой-то игре, нужно подготовить материалы, – раздаточные материалы, цифровые материалы и организовать деятельность наилучшим образом. Давайте рассмотрим методы активного обучения и методы преподавания иностранного языка. К методам активного обучения относятся дискуссионные, тренинговые, рейтинговые и игровые методы. К методам преподавания иностранного языка – коммуникативный метод, метод активизации, проектный метод, метод деловых и ролевых игр и метод оценки качества сформированности коммуникативных умений. Таким образом, мы видим, что есть пересечение между методами активного обучения и методами преподавания иностранного языка. Также стоит отметить цифровые платформы, которые используются при обучении иностранному языку. Это, например, Memrise, Quizlet и Tandem. Первые два приложения похожи между собой, и их связывает то, что они построены на основе игры. То есть участники, проходя задания, которые в основном связаны с запоминанием слов, получают баллы, есть рейтинг, и все это связано с мотивацией студента идти дальше. А Tandem чуть отличается. Это платформа для практики иностранного языка. Можно встретить людей, для которых английский язык является родным. Можно встретить таких же студентов, которые обучаются иностранному языку из других стран и практиковать говорение. Идем дальше. Мы выдвинули гипотезу о том, что активные методы обучения благотворно влияют на процесс обучения иностранному языку. В качестве исследуемого метода мы выбрали ролевую игру. Для этого мы сформировали две группы студентов, которые обучаются по направлению бизнес-информатика. Первая группа состояла из 18 участников, и вторая группа состояла из 20 участников. Учебный план групп совпадал, и целью эксперимента было установление разницы в восприятии материала при применении традиционных методов обучения и при использовании ролевой игры. За основу был взят учебник Business 2.0 уровня Upper Intermediate. Темой было прохождение собеседований на иностранном языке. В группе А занятия проводились привычным для студентов способом, то есть были применены традиционные методы обучения. В группе Б мы провели ролевую игру. Суть заключалась в том, что студенты должны были разыграть ситуацию трудоустройства в маркетинговое агентство, которое находилось в поисках ведущего специалиста. Мы создали карточки с ролями интервьюер и интервьюируемый. И всем, кто проходил собеседование в роли интервьюируемого, выдавались соответствующие легенды, которые описывали их опыт работы. К примеру, были такие карточки, как женщина в возрасте 26 лет, имеет опыт работы редактором в интернет-издании, нет навыков управления, находит в сложном делегировать задачи. Общительная, ответственная, но склонна откладывать выполнение задач. Студентам было необходимо пройти собеседование не просто практикуя лексику, но и примерив на себя маску роли, которая ему попадалась. После прохождения ролевой игры у студентов сформировалось понимание процесса прохождения собеседования на странном языке. То есть они не просто посмотрели слова и знают, как перевести собеседование на работу, но и могут на практике реализовывать эти навыки. После прохождения ролевой игры было предложено пройти анкетирование, и по результатам 100% учащихся хотели бы повторить участие в ролевой игре. 85% не столкнулось с трудностями в рамках выполнения задания, 90% считает, что отработка навыков прошла эффективно, и 10% студентов не хватило строгости правил. Это было ожидаемо, потому что в директивных заданиях не каждый студент может сориентироваться и быстро подхватить новые правила. Давайте посмотрим на результаты исследования. В табличке представлены результаты теста, которые учащиеся проходили до отработки навыков изучения новой лексики и после. Таким образом, мы видим, что в группе А количество правильных ответов на тест увеличилось на 54% пункта с 24% до 78%, а в группе В с 21% до 88%, то есть на 67% пунктов. И это позволило нам сделать вывод о том, что применение активных методов учения улучшило освоение материалов на 13% пунктов. Также мы сделали вывод, что активные методы обучения способствуют развитию заинтересованности студентов, повышению мотивации, а также позволяют использовать знания на практике с помощью применения сценариев, с которыми будущие специалисты столкнутся в своей профессиональной деятельности. В рамках этого исследования мы провели эксперимент только на основе рулевой игры, а в дальнейшем было бы интересно проверить, как на усвоение материала влияют и другие инструменты активных методов обучения. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за ваше выступление. Давайте перейдем к вопросам. Давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста. Можно я разрешать после вашего исследования, что в принципе все передавали, что давание нужно прийти в логунство, но в ралевой игры. Используемся в ралевой, если я правильно отвечу на вопрос. Как основа это в преподавании иностранных предметов. Или все-таки, где-то вот в чем. Почему я ставлю этот вопрос? Потому что есть еще исследования, говорящие об опасности очень интенсивного использования таких методик. Потому что человек отвечает самым мыслям системно, логично, настойчиво и предпочитает играть. То есть превращается в игрованку. В том числе, в учении иностранного языка. Что не приводит к глубоким результатам, на самом деле. То есть поначалу это как развлечение развивает интерес. А вот дальше все начинает тормозиться. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что на деле эффективно, чтобы соединять традиционные методы обучения, как направленные на удовлетворение потребностей с активными методами обучения, которые развивают творчество. И тогда я как раз сказала, что традиционные методы это про систему получения новых знаний, а активные методы обучения это про закрепление мотивации, развитие творчества, развитие мотивированности к учению. И развитие возможностей применения этих навыков. Возможно ли мне ничего ответить, добавить? Слышно меня? Да-да-да, слышно-слышно. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Я присоединилась к вам, что мне нам дали возможность выслушать. Вы не думаете, а как? Звук очень плохой. Очень плохо слышно. Тогда вы. Так лучше? Так, кажется, лучше. Скажите еще что-нибудь. Хорошо. Спасибо большое за последний вопрос, коллегу. Я, к сожалению, не знаю, как к вам обращаться и вас не видно, но с удовольствием отвечу, потому что вопрос настолько серьезный. Я преподаю профессионально ориентированный, то есть деловой язык английский. И такие вещи, как активные методы обучения, мною очень любимы, но действительно вызывают тревогу то, что умение логически мыслить, умение глубоко копать, оно все как-то в этих играх, оно немножечко начинает исчезать. И поэтому сразу хочется вспомнить прекрасное слово «баланс». И я бы даже не балансировала игровыми методами классические методы. Я считаю, что игровые методы должны быть прекрасным, они и есть. Прекрасное дополнение все-таки к классическому, традиционному преподаванию и обучению иностранного языка. Вот если я ответила, то и скажу. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте перейдем к следующему заданию. Матерьевна Сергеевна Павловна и у вас встретим Валерия Александровна. Тема вашего выступления «Везы к вражды в зарубленных средствах массовой информации». Валерия Александровна «Везы к вражды в зарубленных средствах массовой информации». «Везы к вражды вации. Взрывы в зарубленных средствах массовой информации». Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодняшняя тема моего доклада – язык вражды в зарубежных СМИ. Современные СМИ являются одним из важнейших рычагов формирования общественного мнения. Манипулятивные тактики и приемы все чаще становятся распространенным методом воздействия на читательскую аудиторию. В последнее время, особенно часто, в прессе наблюдается тенденция к проявлениям интолерантности, что противоречит принятым журналистским нормам, правилам и принципам. В соответствии с этическим кодексом журналист, наоборот, должен устранять неосведомленность и непонимание в отношениях между народами, пробуждать восприимчивость к нуждам и желаниям народов других стран, обеспечивать уважение прав и достоинств всех наций, всех народов и всех людей, вне зависимости от пола, расы, языка, национальности, религиозных взглядов и философских убеждений. Принципы персональной журналистской этики предписывают проявлять уважение к ценностям национальных культур, к правам и свободам человека. Нарастная обязанность уважать всеобщие ценности гуманизма требует от журналиста воздерживаться от любой формы подстрекательства или оправдания агрессивных войн, от апологии иных форм насилия, ненависти, дискриминации. Таким образом, для медиадискусса неприемлемо разделение наций на своих и других, что нарушает журналистские нормы и правила. Язык вражды – это язык, на котором СМИ говорят с аудиторией, проявляя явную и неявную интолерантность в своих публикациях. Ван Дейк отмечал, что деление группы на свои, мы и другие, они категоризируются в языке, где они – это этническое меньшинство, имеющее определенные отрицательные черты, стереотипы, характеристики, номинации и мифологемы. В период обострения конфликта с ситуацией интолерантные отношения проявляются на различных уровнях языка. Медиадискурс строится вокруг актуальных общественно-политических и социально-экономических событий. В последнее время язык вражды, или хейт-спич, представляет большой научный интерес для лингвистов, социологов, этнологов и политологов. Целью данной статьи является анализ англоязычных газетных публикаций за 2022 год на предмет проявления языка вражды по отношению к России русским. Фактическим материалом для исследования послужили зарубежные новостные статьи «The Washington Post» и «The Mirror». Существуют международные российские парсонально-этические стандарты, которые так или иначе регулируют речевые или языковые действия, имеющие отношение к языку вражды. По степени проявления язык вражды классифицируют на следующие уровни. Жесткие – проявляющиеся через призывы к насилию и дискриминации. Средние – искажение общепризнанных исторических фактов, утверждение неполноценности, обвинение в исторических преступлениях определенной этнической группы, обвинение в экспансии, обвинение в захвате власти, рабочих мест и т.д. Мягкие – создание негативного образа, обвинение в неполноценности, криминальности, моральных недостатках, оскорблении и цитированных сенофобных высказываний. Согласно модели Якобсона, можно проявить механизм функционирования любого языка, в том числе языка вражды, через коммуникативную, эмоционально-экспрессивную, фаотическую, коннативную, идеологическую, металингвистическую, аксиологическую, волюнтативную функцию. Язык вражды становится индикатор проявления в различных формах, интолерантности в различных формах, явной или скрытой, сознательной или нет. Таким образом, критерий уровня проявления толерантности может быть оценен как положительный, нейтральный или негативный. В медиадискурсе язык вражды становится одним из самых эффективных средств манипулятивного воздействия на читательскую аудиторию. Журналисты используют все возможные средства речевого воздействия на различных уровнях языка – невербальном, фонологическом, лексическом, грамматическом. Таким образом, язык вражды – это базис, который в языке СМИ может быть выражен разными языковыми средствами и разными способами структурного построения текста. Анализ публикации за 2002 год показал, что меньше всего проявление языка вражды на фонологическом уровне, что может проявляться в публикациях через аллитерацию, рифмизацию. Например, в заголовке статьи «Путин с Распутин», «Дота, Фолд» и так далее присутствует следующая рифма. На невербальном уровне журналисты акцентируют внимание читателя на характеристики Путина авторским несогласием, устойчивыми выражениями, современными идиомами через метаграфемы, знаки предпоминания, подчеркивания, выделения шрифтом, заглавные буквы, пунктационные знаки, тире, дефис, кавычки. Методом сплошной выборки выявлены приведенные примеры. Читать я их не буду, все видно. На лексическом уровне интолерантность проявляется нагляднее и чаще. Такими маркерами в тексте могут существовать стилистически сниженные лексемы, дискредитирующие личности, формирующие восприятие объекта, как подозрительного, нежелательного, вызывающего неприязнь, отвращение, ненависть. Особое значение приобретают штампы и клише, апеллирующие к определенным стереотипам и феноменам, прецедентным именам и прецедентным текстам, историческим фактам, имеющим в сознании людей, значение своего или чужого. Итак, приведем следующие примеры. Перефразы «мода Россия», «Эбил Эмпайя Россия», «Ца Путин». Окказионализмы. Путинизм, депутинизм, садиме Путин, рейшист, депутинизм. Софистицизмы, негативно маркированные идеологемы, Russian fascist, Russian hardcore nationalist, Russian neonazist, аллюзии, Путин's black and iron policy. Тропы, сравнительные обороты, like many dictators Путин, Путин acting like Hitler, like Hitler и так далее. Устойчивые обороты, «to cut the head of the snake amidst Путин's invasion of Ukraine». Метафоры засемантические. «They have driven the orcs, even the fascists were not as violent as these orcs, among the Putin's weapons... ой, among the weapons in Putin's arsenal are his cyber warfare trolls». Метафорическое употребление имен исторических листов, олицетворяющих осуждаемые нравственные качества. «Send the Jews back to the Nazi Germany. Let them overthrow their Hitler». На грамматическом уровне язык вражды выражен в виде пассивного или страдательного залога, слагательного наклонения различных времен глагола, артикля. Среди выразительных синтактических средств необходимо отметить эллиптические конструкции и параллельные конструкции, инверсию обособления выбор коммуникативного типа предложения. Анализ статей показал, что в них содержатся призывы к насильственным действиям, одобрения насилия и дискриминации. «Russia and Putin must be completely isolated. Russian ambassadors and representatives must be expelled from the international organization». Глаголы «destрукции». «Preparing to kill as many Russians as possible». «To claim the right to destroy them». «It's another to kill them with bullets to the back of the head». «Сослогация и наклонение». «Пассивный залог». «Russian citizens should be visibly marked maybe with a red star». «Параллельные конструкции». «Never against» means acting before it's too late. «Never against» means stopping the aggressor before it can cause more death and destruction. «Never against» means not letting fear paralyze us. «Эллиптические конструкции». «Выводы». «По степени проявления язык вражды, согласно классификации Верховского, представлены всеми уровнями в различной степени. «Параллелизированные статьи наглядно демонстрируют негативные отношения к русским президенту и России. Таким образом формируют предвзятное общественное мнение, транслируют формы чуждости, ксенофобии и явной языковой агрессии, проявляющейся на вербальном и невербальном уровне эксплицитно и эмплицитно». Исследование показало, что подобное отношение в западных странах опирается на идею о том, что русские – это варвары, у которых отсутствует развитая материальная культура и генетически заложена приверженность к автократической власти, противопоставляемой демократическому управлению. Данные публикации нарушают принципы журналистской этики, чем способствуют формированию русофобии, закреплению отрицательных национальных стереотипов, а также формированию новых». Спасибо за внимание. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо за вопрос. «Окказинализм Сэдеми Путин, сам Сэдемир, образован слиянием двух слов слова «сэд» грустный и окончания имени Владимир Имер. Сам этот данный окказинализм обозначает подавленное состояние президента Российской Федерации». В контексте вторжения, не вторжения, а специальной военной операции на Украине. «Окказинализм Сэдеми Путин, сам Сэдеми Путин, сам Сэдеми Путин, сам Сэдеми Путин» Цель работы является анализ англоязычных газетных статей и нахождение там языка вражды по отношению к России, русским. Ну, это, да, можно и не следовать, но мы его решили. Хотела предложить такой бесплателок, такой компьютер, но все у них. Нам на языке тоже есть, возвращаясь к теме, как слово «Ясных языков», которые тема с ними, у нас вообще отдельная тема, рассматривая этические моменты, касающиеся передачи. Ведь одно дело с ними, когда они пытаются как бы приводить аргументы, которые нас наводят на эту тенденцию, другое дело, когда на ясном языке что пишется, я просто немецкий анализировала, там очень интересные вещи. Может, у, да, есть версия play language. И вот интересно, насколько там это трансформируется, меняется или не меняется, насколько там меняются градусы или количество вот этих разных рожденных установок, можете проанализировать. Потому что это может там что-то трансформируется. Ну, в будущем планируется произвести анализ тональности текста и посчитать частотность. Я вас услышал, пожалуйста. Так, смотрите, просто может быть там что-то интересное, или что-то на курсе. Валерий Александрович, вот я посмотрела на тренера, которые вы приведете. Они все из действительно СМИ, то есть какие брали? Я брал The Washington Post, и это Миро, американское и британское издания. Все примеры взяты оттуда. Это именно из текстов статьи? Это из текстов статьи, нет. Это из текста статьи. Это уже площадная. Это вообще дно. Это из-за жителей. Нож, нож, нож. Да, да. Это из-за полонии, но припендент. Да, очень явно. Я просто не обрадала больше, что в немецком, в Эйджи Велине, у меня. Основные статьи, они более такие. Это буалированные. А вот на верхнем языке, в этом языке, в этом языке, с вами работать, с антекста, называется это «ляйте шпату». И прямо так называется. Нас пришли на «ляйте шпату». Там как раз все очень явно. Почти вот так написано, только заглаживали фразы, но конкретно. То есть «никакий угол в России», «нет еды и одежды». То есть там какие-то марши пришли, вот это все. Убираем, делаем генерализацию, пишем конкретно. В России нет еды и одежды. Нет. Нет, это по поводу того, как с ним. Это такое использование. Давайте перейдем к нашему знаменитому докладчику. Это Козлова Валерия Яковлевна, военно-кхотническая академия имени Можайского. Тема вашего выступления – военно-научная работа по дисциплине «Военно-технический перевод». Я буду краткой. Как всем понятно, что я не из специального вуза. Мы специальным переводом не занимаемся. Поэтому, вероятнее всего, мой доклад будет интересен преподавателям, и то с точки зрения сравнительной. Либо тем студентам, которые подрабатывают где-то в технических вузах. Продолжение следует. Можно на следующий слайд. На материале научно-профессионально-ориентированных статей. Чтобы вы понимали, у нас нет перевода как такового в том смысле, в каком вы его понимаете. Поэтому здесь есть очень большие сложности с преподаванием военно-технического перевода. Есть определенные нормативные документы по военно-научной работе. Вот указан приказ министра обороны, номер 670 от 2014 года, который всем известен в военных вузах, и приказ министра обороны номер 745 по научной работе в вооруженных силах Российской Федерации. У нас в Академии есть положение военно-научной работы слушателей-курсантов, которой мы и руководствовались. И вот в этом положении написано, что целью военно-научной работы в Академии является вовлечение слушателей-курсантов в научную деятельность, создание условий для совершенствования навыков самостоятельной исследовательской работы и технического творчества, ну и формирование кадрового резерва издаренных и талантливых слушателей-курсантов. Цель моего доклада сегодняшнего – это проэлистрировать тезис о том, что элементы военно-научной работы могут быть задействованы и на занятиях, в том числе и по военно-техническому переводу. В рабочей программе по нашей дисциплине военно-технический перевод основная цель указывается как формирование у выпускников навыков военно-технического перевода в объеме, необходимым для чтения военно-технической литературы и проектно-технической документации по специальности на английском языке. И вот в нашей рабочей программе указано также, что владение иностранным языком должно способствовать развитию военно-профессиональной компетенции, способен применять иностранный язык военно-профессиональной деятельности для получения и анализа информации в современных достижениях науки и техники в конкретной предметной области. Значит, какие у нас проблемы? Вот мы столкнулись с тем, что вообще у нас очень интересно. В Академии у нас первый-второй курс изучается английский язык, в конце второго курса сдается экзамен, на этом все, курсанты все забыли, третий-четвертый курс там всего по шесть часов. Английского языка, сами понимаете, что вообще ничего. И вот на пятом курсе, вот именно на этой кафедре, шесть второй, приходят к кафедре, нужно вот это вот знание и умение курсантов работать вот с английским языком, а именно с проектно-технической документацией. И вот на пятом курсе у нас 96 часов. И я попробовала в качестве эксперимента ввести элемент военно-научной работы именно вот на этом пятом курсе. Какие вам это сделать, я сейчас чуть попозже скажу. Вот что интересно, значит, я попробовала найти определение военно-научной работы вообще как таковое. Ну и прямо скажу, что вот то, что мне надо было, я не нашла. Значит, в основном говорится, что военно-научная работа, это вот деятельность, обычно в неучебное время, это конкурсы, там, семинары и так далее, какая-то деятельность вот именно во внеучебное время. То есть, фактически, я тогда занимаюсь какой-то инновацией, потому что вот в нашем понимании военно-научная работа – это разновидность научно-исследовательской деятельности курсантов военного вуза, она поэтому военная, направлена на формирование и совершенствование навыков и умений. Значит, каких? Поиска актуальной профессиональной информации в иностранном языке, которая обеспечивает связь языковой области предметной с предметной профессионального цикла, в том числе создание четкого алгоритма действий, поиска аутентичных научных текстов. Я не знаю, как у вас, у вас курсантов вообще делать не имеют вообще, я вам говорила вот официально. Начинаю выбирать на третьем курс, на четвертом, на пятом. Начинаешь с самого начала. Где искать, как искать, какие не надо брать тексты, какие надо брать тексты. То есть, это вообще очень большая работа по поиску именно профессионально ориентированной информации. Значит, далее, что включает военная научная работа – это совершенствование метанавыков, то есть универсальных учебных действий, позволяющих молодому специалисту самостоятельно решать различные познавательные и профессиональные задачи, конструировать собственные пути решения возникающих вопросов и проблем. Вот профессионального характера Быкова Анна Николаевна, это наш преподаватель, она вот эту сформулировала задачи, но и не только профессионального, но и лингвистического характера. Мы здесь завязываем, мы интегрируем лингвистические навыки с профессиональными навыками. В чем сложность большая? Далее, военно-научная работа подразумевает как раз этот вид научно-исследовательской деятельности по выделению главной тростепенной информации, здесь идет на двух языках, и выполнение смыслового сжатия фактов, идей, проблем, и создание вторичных текстов при необходимости аннотации рефератов на стран русском языках. Вот что у нас понимается, вот к чему я пришла, что именно я подразумеваю под военно-научной работой. Значит, опыт применения элементов вот этой военно-научной работы на кафедре нашей. У нас проводился несколько лет педагогический эксперимент, который назывался инновационная методика интегрированного обучения иностранному языку на старших курсах ВК имени Вожайского. Программа действия или алгоритм, разработанный в рамках педэксперимента и осознанно применяемый курсантами для эффективного взаимодействия с информационными потоками, должен включать следующие этапы. Вот для преподавателей они, само собой, имеющиеся, но вот для нас это было новым в наших условиях. Притекстовый, текстовый, послетекстовый, который связан уже с переводом информации текста в другую знаковую систему путем создания графических систем вторичных текстов интерпретации. Это дает курсантам возможность накопить информацию и создать индивидуальные информационные банки. Важно, каждый последующий этап должен быть обеспечен предыдущим. Так вот, несколько лет проводился подобный эксперимент, и потом я сама перешла уже к собственному экспериментированию, значит, из авторского опыта работы. Я участвовала в том эксперименте, два года он проводился у нас. Затем на вот этой кафедре, где я сейчас преподаю военно-технический перевод, был эксперимент интеграции военно-научной деятельности, 113-й, 62-й кафедр, 113-й это наши иностранных языков, 62-я специальная кафедра, с целью обучения курсантов старших курсов получения актуальной информации о современных достижениях науки и техники на английском языке в рамках написания курсовых и выпускных, эксплуатационных работ, преподавания, учебной дисциплины, именно военно-технический перевод. Вот это второе. Третье. Переводческая работа курсантов проводилась над презентациями одного из военных ведомств США. Там тоже была определенная методика, алгоритм разработан, представление презентации было, то есть с переводом на занятиях. Ну и вот последнее, к чему я пришла, это проведение в экспериментальном режиме зачета в дисциплине военно-технический перевод. Он проводился у трех групп курсантов, где-то 43 человека приблизительно. Вот так он проводился. Значит, вы можете видеть на экране. Материал. Это научная статья профессиональной направленности с сайта с инженерного. Огромный портал. Вот. Там есть всяческие статьи, в том числе научные статьи. Значит, задание зачета входило в составление глоссария ключевых терминов к статье. Это сама по себе работа сложная для курсантов. Я вам прямо скажу, когда некоторые курсанты присылают мне вместо ключевых терминов какие-то общие слова, это вот работа буквально с индивидуальной, с каждым курсантом, которого постоянно направлять необходимо. Второе. Адекватный перевод аннотации и ведения к статье письменно. И третье. Нахождение в статье и выполнение в виде таблицы. По два примера. А вот как раз вот лингвистическая непосредственно пошла работа на каждый переводческий прием. Вот. И до зачета я на занятии приняла у каждого основного перевода фрагмента статьи с листа. В чем действия инновации? Это у нас обычно преподаватели принимают, как сидит студент, перед ним учебник, значит, текст на английском языке, у него ждут какие-то записи на русском языке. Они их благополучно читают, и это называется сдать перевод. Вот. А это, значит, я сразу убираю, никаких записей. Записи, значит, у вас текст, ваша научная статья. Это уровень профессионции, товарищи. Вот. Научная статья, они ее готовят и пользуются только своим глоссарием. Вот. Пример глоссария дан вот здесь. И, да, ну, вот, конечно, плохо, это все мелко, вот я там сидела, у меня зрение плохое, тут, конечно, ничего не видно. Но, по крайней мере, глоссарий проверен, это ключевые термины статьи. Пример перевода аннотации. У меня с левой стороны идет английский, справа русский. Значит, естественно, они пользуются системами автоматического перевода, но обязательно редактирование. Текст отредактированный, не принимается, он по несколько раз, у некоторых там до пяти, до шести приходится. И, а вот, смотрите, приемы выполнения таблиц, лаберейские приемы. Вот, пожалуйста, конкретизация. Курсант ищет из своей статьи, из научной предложения, дает перевод и поясняется, почему именно он считает это конкретизацией. Это очень сложная работа для наших курсантов. Вот, но я хочу сказать, что, в общем-то, почти все справились. Ну, тут у меня конкретизация, генерализация. Ну, и выводы. Военно-научная работа как часть научно-исследовательской работы курсантов на занятиях способствует, конечно, оптимизация образовательного процесса. Здесь соединяется деятельность, деятельностный подход, личное стареоориентированное обучение, индивидуальное обучение, дифференцированный подход и так далее. И, соответственно, знания, навыки, умения, приобретенные курсантами во время такой работы на занятиях по дисциплине, способствуют формированию от вышеназванной компетенции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Давайте перейдем к вопросу. Лариса Леонидовна, я знаю, что со странами технической политики обычно используют в учебных поведениях, когда идет обучение именно профессионально на рейтинге, а вы внедряете для... А я их внедряю, да, вот именно на занятия. Да, на занятия с курсантами. Да, у нас с курсантами. Вот. Нет, обраниц. Можно тоже вопрос? Скажите, а как это перекликается с их компетенциями профессиональными, да? Так вот, я... Тут она была названа. Именно. Перекликается с профессиональными компетенциями. У них же есть КТ, квалификационные требования. То есть все идет переключки с квалификационными, с квалификационными требованиями и профессиональные компетенции, да. Вот у меня есть статья, которая звучит именно как... Там... По первому эксперименту практикум по внеаудиторному чтению как... По-моему, сейчас скажу... Военно-профессиональная компетенция. То есть это непосредственно связанная с компетенциями. Как они называются? Профессии нужно, правильно? Так я этим и занимаюсь. Это то, что необходимо для их именно профессионального становления. Именно. Значит, у нас английский первый курс, второй курс. Третий, четвертый по шесть часов. А вот на этой... Там по шесть часов, да. Да, и там называется это практикум по внеаудиторному чтению. Третий, четвертый курс. Вот. А... И причем на пятом курсе, в принципе, на многих кафедрах уже языка нет. А вот на некоторых, вот как на этой вот кафедре, шестьсоттарного, специальная кафедра, вот у них есть язык. И причем в очень большом количестве. Да, да, да. То есть фактически вы преподаете язык четыре или пять лет? Да? Из этих четырех или пяти два. Так, это вы преподаете конкретно, а остальные три года кто-то тоже преподаете. Нет, ты сказала, что я бы только на задание. Ваши коржи-помпетры изучают английский язык либо четыре, либо пять. Да, да, да. Вот ваши не в принципе мои, а в Академии Можайского, да, четыре или пять. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то требования к презентации результатов и их подготовки, значит, статьи. Вот сейчас мы увидели голоса и на слайде, оформленные, не поправленные, с вами слайда, или нет, что они оказаны для несудобиации? Да, я, да, я скажу сейчас. Спасибо за вопрос. Конечно, у них, значит, были, ну, если вы поняли, это экспериментально, это делаю только я. Вот я провела один год у курсантов второй группы. Значит, у них были требования сдать все эти материалы. В письменном виде формируется папка целая. Папка группы. Первая страница – это фамилия, имя, отчество курсанта, идет название текста по-английски, и дальше в алфавитном порядке их файлы. В каждом файле – отчетный лист, ну, естественно, титульный, отчетный лист, сама статья, глоссарий, перевод аннотации, и последняя – это вот работа с переводческими приемами. То есть это папка, они у меня лежат, эти папки, да, это все формируется в папках сделано. То есть отчетная работа, она есть. А какой объем, который работает тогда в двух формируется? Сколько они должны перевести? Значит, статья у них была следующего размера, это объем 15 или 20 тысяч знаков печатных с пробелами. С пробелами. А вот скажите, пожалуйста, это за год такой объем или на повод? Да, просто. Нет, у меня нет, это какая-то удачная с вашего. Вот, смотря, о чем вы спрашиваете. Вот я что-то рассказывала про зачет в экспериментальном виде, который проводила я лично. И что? Если вы... Так это, это он был проведен мной единожды, понимаете? Это мой опыт работы. Если вы говорите о третьем и четвертом курсе, там идет практику по внеаудиторному чтению. Вот у них идет на каждом семестре 10 тысяч. В каждом семестре. То есть третий курс 10 и 10, 20 тысяч, четвертый курс 10, 10, 40 тысяч. У них отчетный лист, который переходит из семестра в семестра. И там все прописывается, чего они прочитали, сколько. И это очень нравится. Вы прижили вот на этот пятый курс, вот у вас прижили к вам в курсации. Вы сомневались в материале или на самом деле такого не было? Какой материал? Я им не даю никакой материал, потому что они... Сейчас дублейку никто не ходит фактически. Они сейчас смотрят в интернете сайт сайт iiii.com. Вот там они находят научную статью. Это их задача. Они ее распечатывают, приносят. Они присылают мне ее по e-mail, я ее одобряю или не одобряю. И потом говорю, текст одобрен, приступайте к работе. Они начинают работать, присылают мне голосами. Как велика эта статья для работы? 15-20 тысяч печатных знаков. Она большая. 15-20? Да, она большая. На один семестр? Передобно. Трудоверный курс не сделает. Семестр. 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 Ну, хорошо. То есть, такой жесткий, такой же семестр. 15-30 тысяч. Я такой вопрос, кто предъявит качество перевода? Таковы или каких-то внешних экспертов предъявите, которые разбираются в теме конкретной статьи? Ну, вот, когда мы вот этот зачет проводили, мы привлекли офицеров с кафедры, вот это, со специальной кафедры, сидели, значит, во-первых, был один адъют с их кафедрой и один офицер. Они, когда мы принимали зачет, они слушали, смотрели, вот. В принципе, у них не было никаких замечаний, говорят, все, наконец-то у нас все-таки мы подняли уровень. да, пробовали. Объем, работа большая. Спасибо. Спасибо большое за вас. за документные обложения. Спасибо. 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 Спасибо всем большим докладчикам. Молодцы, слушатели, я очень рада. Надеюсь, что это вам понравилось. Докладчик информации. Мы до 10 декабря собираем в вашей статье для сборников материала конференции. Поэтому кто еще что-то дорабатывает, дорабатывайте и присылайте. И сертификаты. Всем большое спасибо за выдержку, дисциплину и хорошее настроение. Желаем вам хорошего вечера. Надеюсь, что наши обсуждения, какие-то новые мысли у вас в голове зародили. Надеемся, что вы чуть лучше что-то у нас получили. Вы узнаете, что мы узнали. Вероприятие, диассету capital. Всем хорошего в следующем universo. Спасибо. Вот. Ну, мы скоро будут. Да. Мы не сможем. Скоро быть приемом с нашим крышечком. А, вот. А, вот. А, да, да. Все. Всем спасибо.